Снова здравствуй, дорогой друг. Опять одинокая большая посылка. И с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. Несложно догадаться, что это очередная новинка. Телефон на обзор. Давайте узнаем, какая. Человек заказал его по услуге бесплатный посредник. Вполне возможно, это станет моим регулярным товаром. Он уже очень прям рад, что он до меня дошел. Поэтому надо быстро сделать обзор и отправить его быстренько ему. Вот так вот. И даже силиконовый бампер сверху. Это у нас Xiaomi Mi A1. Android One. Global Version, что немаловажно. Цвет черный, 4 гига оперативки, 64 в стройке и так далее. Телефон запечатанный. Никаких туда своих кривых рук китайские друзья не засовывали. Никакие root права в подмену e-mail в прочие вещи не делали. Соответственно, так как это Global Version, а здесь должны быть все наши банды. Наши частоты 4G. Все должно быть хорошо. Отвык я уже от таких симпатичных цветных коробок. Потому что Xiaomi обычно... Видите, как тут прям двойная камера с двухкратным оптическим зумом. Чистый Android Snapdragon 625, 5.5 Full HD дисплей. А также телефон вынимается вот таким вот образом. И становится стандартным, как и все телефоны Xiaomi. Обычно Mi Max в подобных коробках приходит. Все красиво, все симпатично. Собственно говоря, сам телефон. К нему чуть позже. Давайте посмотрим, что приходит вместе с ним. Наушники наверняка они уже нет. Вы посмотрите, как прям, да? Уже не какая-то там бумажечка, а серьезная коробочка, скрепка сбоку. Здесь у нас евровилка. Xiaomi. Адаптер. 2 ампера. Все дела. А здесь у нас кабель. Type-C. Имейте в виду, да? Все чаще такие стали приходить. Потихонечку от microUSB, видимо, они отходят. Достаточно простая инструкция, по которой мы видим то, что нет. Это не как Note 5A, а как стандартные другие телефоны. Есть два варианта. Это либо карты памяти и наносим, либо наносим и наносим. Скорее всего, можно будет сделать бутерброд. Ну, опять же, не факт. Поэтому лучше промолчу. С этой стороны ничего нет. Дырка вам от бублика. И все. Ну, да и ладно. Давайте вот это все дело в сторону. Посмотрим на сам аппарат. На soft-touch похоже. Такое прорезиненное что-то. Даже не могу понять, пластик это или нет. В руках ощущение, что он по весу и по прочему металлический, по факту сложно определить, потому что все-таки soft-touch мягкая поверхность. Значит, выход для наушника у нас находится снизу. Сверху у нас находится инфракрасный порт и, видимо, шумодав. То есть, когда вы снимаете, либо разговариваете, судя по всему, это шумодав. Опять же, если я ошибаюсь, ребят, ну, напишите в описании, скажите мне шутка. Ты ошибся. Двойная вспышка. Двойная камера. Сканер отпечатка. Немножко позвякивающая качелька громкости. И кнопка включения находится справа. Ну, как красиво. Так, ну, чего вам на все это дело смотреть? Давайте я по стандартной схеме сейчас все на него позакачиваю, потестирую и поподробнее про него вам расскажу. Сейчас вернусь. Не уходите. Хотя, наверное, нет. Давайте я вам все-таки покажу, потому что достаточно интересно все это дело выглядит. Можно сделать сразу экстренный звонок. Ну, стандартная практика, да, 112 набрать настройки. Сразу дисплеем можно опять же здесь делать и можно выбирать языки. А, значит, языков много. На то это и global version. Вот видите, прям даже какие-то арабская вязь, сперматозоиды. Я даже не знаю, что это за языки, ребят. Китайщины, азиайщины. В общем, безумное количество разных языков. Регионы можно выбрать для чего. А вот здесь вот очень интересно. Язык русский выбрался. А регион России отсутствует. Но при этом есть Украина, Молдова, Киргизия, Казахстан, Беларусь. Очень я этого не понимаю. Как так-то про Россию забыли? Наверное, санкции какие-нибудь. Да. Ну, что мы выберем? Давайте, наверное, Беларусь. Не, ну это же неправильно. Может быть, как-то это можно обойти. Никак это не обходится. Если вы в курсе почему, ну, будьте любезны копировать данные с iPhone, устройства Android или облачного хранилища. Либо настроить как новое устройство. Давайте как новое настроим. Ну, а далее, я думаю, уже все стандартно. Сейчас вернусь. Итак, ребят, да, придется снять кольцо, потому что, когда вот я его без кольца крутил, вертел, как-то вот оно по нему звякало. Не знаю, в других вот в моделях такой проблемы ну, не проблемы не было, да. Ну, так как был бы мой телефон, я бы не парился, да. Чужой телефон, соответственно, кольцо сниму, чтобы нечаянно его там не поцарапать или что-то в этом духе. Так, давайте, наверное, заодно снимем пленочку, чтобы поподробнее посмотреть. Тем более, человек был не против. Вот так вот, смотри, приклеим. О, я его выключил. А выключил я его, ребят, не просто так. Есть у него определенный минус. Минус это 3000 мА аккумулятор. Ну, с одной стороны, вроде как говорят, что он там оптимизирован, ну и так далее, тому подобное. Но к аккумулятору мы сейчас чуть позже вернемся, пока включим и давайте покажем, что он представляет из себя. Тоненький. Ну, то есть, реально тонкий телефон, причем прям вот без лишнего. При первом включении сканер отпечатка работать не будет, надо вводить пин. Значит. Android One. Чем они гордятся, то, что у них чистый Android, я не совсем понимаю. Ну, как-то вот MIUI на базе Android, ну, вполне неплохая система, собственно говоря. Хорошо. Значит, мы его выключаем, подносим палец, включается, выключаем. Да, достаточно быстро срабатывает, в этом отношении все хорошо. А непривычно то, что все... Да нет, у меня сим-карты отстанет мне. Все иконки, да, они не квадратные, как обычно, а круглые. И, соответственно, когда мы их набираем в папку, они круглые. А также у него есть такие вещи, как слева можно новостной ленту ставить. Ну, этим не удивишь. Это у меня было на HTC. В принципе, достаточно удобная штука. То есть, ты подписываешься новости чего, какие новости ты хочешь видеть, да, они у тебя будут показаны. А, значит, также можно, да, потянуть снизу вверх, увидеть весь каталог скачанных приложений, выбрать то, что вам надо. Зато, при всем при этом, есть некоторые нюансы, когда там через настройки приходится там куда-то лезть, что-то искать. Ну, там... Ребят, опять же, да, это оболочка, к которой, ну, банально надо привыкнуть, и потом вы не будете понимать, как можно там на какой-то другой оболочке сидеть. То есть, к этому вопросов нету. Android стоит 7.1.2. Обновления он предлагает, да, то есть, по воздуху обновления уже прилетали. Я их ставить не стал, да, пускай человек, который его заказывал, собственно говоря, принимает для себя решение. Ставить ли ему обновление. Значит, вопрос какой. Я лазаю, 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 я не вижу такой вещи, как проводник. Да, то есть, ребят, я хочу посмотреть не фотографии, которые я сделал, кстати, о фотографиях. фотографирует он на самом деле достаточно весело, хорошо, цвета яркие, то есть, в этом отношении проблем никаких нету, все, ну, прям, достаточно симпатично. Но, а когда я... Нет, это у нас не то подгрузилось. Я хочу посмотреть проводник, да, то есть, у меня на телефоне есть скриншот, я хочу посмотреть проводник. Его нету, да, для того, чтобы залезть в проводник, я лезу в настройки, лезу в настройки и... и... в хранилище изображения и только после этого я вижу скриншот. Ну, немножко неудобно. Давайте по непосредственно тому, что он все-таки у нас показал. показал он у нас в Бонзайн-бенчмарке 2718 очков и ФПС 38,8. Ну, ребята, вот здесь вот тут очень интересный вопрос, да, то есть, ну, телефон не дешевый, да. Понятное дело, что это не самый-самый флагман, да, но он и не дешевый. 38,8 это достаточно мало. Ну, так, по чесноку. Попугаев он набрал 60333, здесь, ну, вопросов нет, это достаточно хороший показатель, то есть, ну, не будем придираться. Слингшот экстрим 463, Слингшот 844. Как всегда, Вулкан говорил, что может оказаться ниже, и в итоге Вулкан дал 200 763 вызовы отрисовки в секунду, а OpenGL дал 57 518 вызовов отрисовки в секунду. Ice Storm Unlimited 13 756, Ice Storm Extreme 8228, Ice Storm 12431. Собственно говоря, вот те же самые результаты, но на одной странице, можете посмотреть. А, причем, если мы открываем все это дело как мое устройство, да, программа говорит, ну, знаете, Xiaomi Mi A1 мы еще не знаем. Да, скоро данные средние уже будут известны. Знает он только то, что операционная система 7 1.2, а про камеру и прочие вещи он, ну, не знает абсолютно. Бывает такое. А, значит, Work 2.0 Performance 4 965 очков. А вот, собственно говоря, батарея после теста. Да, я посмотрел батарею после теста и, да, ребят, то есть, оптимизирован телефон, все хорошо, PCMark съел 20% за время теста. Система Android там съела 6%, OS Android съел 4%, но экран-то никуда не денешь, экран сожрал 51% аккумулятора. И вот он результат. 6 часов 17 минут. мне, как любителю емких батареек, да, что можно не выключать Wi-Fi, можно там без проблем ходить, зная, что гарантированно тебе этого хватит на как минимум день, от сих до сих, в любом режиме. Ну, вот эти вот 6 часов 17 минут это, ну, CompuVision 2476, Storage 3553, Work Performance 6080, SensorBox показывает, что он имеет, AIDA видит его как Mi A1, все без проблем, видит 4 гига оператива, реально 3593 мегабайта, доступных 1430 мегабайт, не так уж и много осталось, видит опять же AIDA, что здесь Qualcomm Snapdragon 625, 8-ми ядерный ARM Cortex A53, максимальная тактовая частота 2016 мегагерц, 10 касаний, проблем никаких, это никого не удивишь, 10 и 10, экран приятный, рамки в глаза не бросаются, все симпатично, все красиво, все классно, при этом, ну, блин, его средняя стоимость в Китае где-то сейчас там 14, 14, там, плюс-минус, да, если мы говорим про Global Version, стоит он этих денег или нет, наверное, стоит, но причину выбрать именно эту модель я, ну, особо не вижу, потому как, опять же, да, повторюсь, меня очень сильно интересует аккумулятор, а в последнее время я очень сильно привык к NFC, а здесь таких вещей, ну, нету, а при этом по играм проблем никаких нету, давайте для начала GPS, холодный запуск, запустилась прям вот на ура, быстро все подхватило, все классно, по танчикам, давайте сейчас на вскидку посмотрим, не помню, 40-50 FPS на максимальных настройках тянет, по машинкам, ну, давайте посмотрим по машинкам, начало смотреть, реагирует адекватно, лагов, тормозов, фризов нету, греться, не греется, но с синтетическими тестами немножко спорить, как бы, бессмысленно, тяжеловато и так, в свое время на Xiaomi Redmi 3S я заметил вот такую вещь, и когда ты замечаешь такую вещь, ты не можешь потом не замечать ее, да, то есть, вот, некоторые не замечают, а тоже вот так вот сделают, такие, вот здесь вот этого нету, а вот где сканер отпечаток, все это дело позвякивает, вот прям вот, ну, ладно, Xiaomi Redmi 3S, это там бюджетная часть линейки Xiaomi, да, ну, ребят, Mi A1, да, ну, это уже телефон, который там в два раза дороже, чем там Redmi 3S, ну, как так-то, я этого, ну, честно, не понимаю, как резюме, да, стильно, прикольно, на iPhone похоже, ценник, ну, в принципе, 14 тысяч, это, ну, не заоблачная, скажем так, цена, учитывая, что там тот же самый, там, 5-6 iPhone будет на данный момент дороже, по всему остальному, ну, не знаю, может быть, вы какой-то там программист, какие-то особые программы на него хотите ставить, вам голый Android в этом отношении, ну, там, прям кайф, не знаю, расскажите, если не сложно, в комментариях, я им буду рад, заходите в группу ВКонтакте, там, человек получит телефон, в свое время человек там, в конкурсе, когда участвовал, отзывы о товарах с Али, он прям так расширенно все писал, симпатично с фотографиями, я думаю, он им попользуется, и прям вот обширен, обширно, обширно, не обширно, раскрыто, развернуто, все это дело расскажет. Станет ли этот товар регулярным или нет, не знаю, напишите, то есть, хотели ли вы, чтобы он там был у меня в наличии, с доставкой из Москвы, или Android One, ну, прям, как бы, вообще во мне зашел, вы там посмотрели, какие-то другие обзоры, там, не знаю, может быть, кто-то хвалит, да, ну, реально, что здесь, что здесь хвалить, при вот таком соотношении, там, цена и непосредственно Mi A1, не знаю, комментируйте, рассказывайте, а я пойду, что-нибудь еще вам пока засниму, и до скорых встреч, с вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер, ну, камера здесь реально мне понравилась, камера, ну, классная, то, что она двойная, это, как бы, ерунда, эффект боке меня не сильно интересует, а вот, в целом, там, что-то пощелкать, на стандартных настройках, получается, очень даже, ну, вот это мне понравилось, все, пока.